В сегодняшнем видео мы обсудим 10 фишек в управлении времени, которые на самом деле работают. Первый совет. Выделяйте время на подумать. Заметили, я не сказал, найдите время подумать. Нет, вам придется сделать это намеренно. Надо понимать, что вы хотите получить от жизни, куда вы направляетесь, в чем смысл и за что вы боретесь. Так много людей живут как зомби. Они даже не осознают, что они проживают жизнь, ни разу не проснувшись, ни разу не подумав, что они хотят получить от жизни. Что ж, где и как найти на это время? Для меня работает раннее утро. Просыпаешься в 5 утра. У меня на эту тему, кстати, есть целое видео. Оно будет в описании. Это время я уделяю себе. Я читаю, я могу делать вещи по саморазвитию, я могу пойти в зал и не чувствовать себя виноватым. Это время для меня, которое я посвящаю полностью себе, чтобы подумать над тем, куда я двигаюсь и что происходит с моей жизнью. Совет номер два. Поймите, невозможно получить все. Ты не можешь все делать. И все, кто говорил вам обратное, что ж, мне жаль, они вам лгали. Потому что это невозможно делать все. Таким образом, когда вы понимаете, что все сделать невозможно, то тогда отойдите в сторону и взгляните на все в общей картине. Посмотрите на то, что есть и решите, что на самом деле вам надо и вы хотите. Потому что если вы начнете делать то, что на самом деле хотите, то ваша жизнь будет становиться счастливее. Есть отличная книга от Кэлла Ньюборта. Называется «Глубокая работа». В ней он говорит «Ну, вы догадываетесь?» о том, что надо определять важное и работать над этим. Еще одна книга «Эссенциализм» от Грега Маккена. Я говорил о ней ранее. Поймите, что большинство вещей в жизни – это просто шум. Если вокруг вас появляется много людей, которые хотят, чтобы вы им уделили время, заготовьте для них стандартный ответ – нет. Это очень редко бывает, когда что-то прям настолько крутое, что вы говорите «О, да, я это хочу». И я смогу заниматься этим, говоря «нет» другим вещам. Третий совет – определитесь с тем, что важно для вас, и будьте честными по отношению к себе. Буду говорить прямо. Многие просто лгут себе насчет того, что для них является важным. Не верите? Хорошо. На что у вас не хватает времени? У меня нет времени играть с детьми. Нет времени пить кофе по утрам с любимой. Нет времени провести с друзьями. Скажите, что это не важно. Это не то, что является приоритетным. Если играть с детьми – это не приоритет, то спросите себя честно, почему это так происходит? Хорошо, вы проводите много времени на работе. Вы тратите много времени на хобби. Я не знаю, какая на самом деле проблема. Но давайте взглянем правде в глаза. То, что вы не тратите время на то, что на самом деле является важным в жизни. Если вы проводите много времени за работой, то пора, наверное, сказать «Эй, надо сократить рабочие часы». А это требует смелости. Но для чего вы работаете? Разве не для того, чтобы проводить качественное время с любимым человеком? С теми, кто зависит от вас. Друзья, подумайте над тем, что действительно важно в вашей жизни. Совет 4. Исключите излишки. В жизни есть так много абсолютно ненужных вещей. Проведите аудит того, как вы живете. Прямо проследите за вашим временем. Замеряйте время, и вы будете шокированы, сколько времени вы тратите впустую. Играя в видео и игры. Конечно, может, игры и важны, не хочу говорить что-то против них. Может, вы тратите по два часа в дороге. Тогда может, стоит поискать работу, которая будет чуть меньше вам платить, но зато находится прямо за углом от дома, и она позволит проводить вам больше времени с теми, кто на самом деле важен. Но по-любому замеряйте время и определите те аспекты, которые просто высасывают вашу жизнь. Далее выработайте рутину. Утренний распорядок, вечерний распорядок, дневная рутина. Заведите себе систему, которой вы следуете. Когда вы замеряете, и это сводится к процессу, то тогда такую систему можно улучшить. Но если у вас нет рутины, и все происходит, как происходит, то вы не можете повлиять на это. Это ключевой момент. Например, вы задумались, как я могу лучше спать. Потому что каждое утро я убитый и просыпаюсь без настроения. Тогда, может, надо скорректировать вечерний распорядок и меньше времени сидеть в соцсетях. Потому что без рутины вы не сможете замерять показатели и улучшать их. Шестой совет. Просто начни. Как и многие из вас, ребята, я тоже прокрастинирую. Необходимо найти что-то, что будет вас мотивировать. Устанавливать искусственные сроки. Это будет работать. Техника помидора, если не слышали. Она основана на использовании таймера. Вы ставите таймер на 25 минут, и в это время активно работаете. Когда время истекает, то можете сделать перерыв. Эти таймеры довольно дешевые. Или можете использовать телефон. Но, друзья, найдите то, что начало бы вас толкать вперед. Делать то, что вы хотите. Седьмой совет. Найди надежного партнера. По мне, так найти человека, который бы следил за тем, что вы говорите и напоминал вам, это стоит многого. Намного круче, чем любое приложение на телефон. Это может быть что-то в виде телефонного звонка. У меня есть тренер, который каждое утро ждет меня в зале. Я ему заплатил заранее, так что я знаю, что я потеряю деньги, если не приду в зал. Он мне позвонит, если я не появлюсь. Так что я не хочу его подводить и терять деньги, поэтому я иду в зал. Друзья, найдите способ, чтобы кто-то вас проверял. Есть сообщества, в которых люди следят за тем, как вы исполняете те задачи, о которых заявили. Когда вы публично заявите о том, что намерены сделать, то вы удивитесь тому, как много вы будете действовать. Восьмой совет. Планируйте все. Как свои личные, так и рабочие дела. Я заметил за собой, что всегда появлялся на тех собраниях, которые были у меня в расписании. Но забавно то, что я пропускал обед. Я опаздывал на встречи с женой, о которых обещал, что буду. Так что если вернуться к предыдущим пунктам, очевидно, что она не была у меня в приоритете. Поэтому я задумался и решил поменять и внести в расписание обед и время сна и все эти вещи. Следую ли всегда этому? Нет. Но они у меня в календаре и я получаю уведомления. Я получаю уведомления и понимая, что мне надо следить за всем этим. Но если задача у меня в ежедневнике, то она будет сделана. Совет номер девять, чтобы улучшить ваши навыки управления временем. Отдавайте себе отчет, когда оцениваете время. Что я имею в виду? Если вы думаете, что добраться на работу у вас займет 25 минут, то пора понять, что это в самом лучшем раскладе. А так это займет не меньше 30 минут. А может и 35, даже 40 минут, если попадешь в небольшую пробку. И тут уже начинаются проблемы, когда ты опаздываешь. О, это не моя вина. Я не думал, что будет пробка. Вот в чем причина. У тебя просто нарушен тайминг. И это у всех нас. Мы, как люди, ожидаем всегда больше, чем можем быть на самом деле. Ведь обычно мы собираемся не 5 минут, а 25. Начните трезво оценивать время и избавьтесь от ложного тайминга, который часто портит нам все планы. Что ж, следующий совет, я о нем уже говорил, но сейчас хочу более детально пройтись. Это установка крайних сроков. А именно, фальшивых сроков. Большинство вещей в жизни, они не имеют крайних сроков. Мы можем их сделать сейчас или потом. И таким образом мы постоянно прокрастинируем и ничего не делаем. А часто по жизни нам нужно устанавливать крайние сроки. Если у меня с кем-нибудь назначена встреча, я устанавливаю дедлайн. Они приходят на встречу со мной, и мы устанавливаем 20 минут на встречу. И мы все успеваем сделать за отведенное время. Если же нужно больше времени, и оно реально требует больше времени. Мы, конечно, продлеваем встречу. Но в большинстве случаев на все хватает 20 минут. Можно говорить о том, что надо в это время. Когда вы говорите с кем-нибудь и начинаете вовлекаться в разговор, но у вас не хватает времени, то установите себе крайний срок. Назначьте время встречи. Но с этим вы обозначите и ожидания. Следующий совет для управления временем идет как бонус. И он очень полезный. Особенно если вы профессионал в своем деле. Или вы популярный парень, и многие хотят с вами встретиться. Устанавливайте барьеры. Найдите способ, чтобы до вас было не так просто добраться. Потому что большинство людей, сталкиваясь с барьерами, отступают. Они скажут, а, это того не стоит. Моя анкета на сайте, я и своего рода горжусь. Вначале я спрашиваю, искал ли человек информацию в Гугле. Хотя бы 10 минут, чтобы найти ответ на вопрос, который он собирается задать мне. На самом деле, если вы начнете искать ответы сами, то зачем вам тратить мое время, если вы не хотите потратить немного своего самостоятельно? Таким образом, устанавливая такие барьеры, вы защищаете себя и бережете свое время. Хорошо, друзья, теперь ваша очередь. Пишите в комментариях, была ли эта информация полезной. Что бы вы добавили к этому видео, чтобы сделать его лучше? Какой совет по управлению временем я упустил? Делитесь мнением в комментариях. Мне нравится их читать. Вы все еще тут? Хорошо, тогда этот супер-секретный бонус по управлению времени. Носите часы. Звучит банально, но если вы используете часы, исследования говорят, что вы более сознательно относитесь к времени. И не только к тому, как вы его проводите, а также это связано с пунктуальностью. И с тем, как вы относитесь ко времени окружающих людей. На телефоне вы не так часто проверяете, сколько времени. Так что купите себе хорошие часы. Бум.